Типа, давай. Ну чё, тормозите пораньше, ребят. Пожалуйста. Пойдём, первый город узкий. Блин, светофоров у меня не было, почему? Блин, заснул, наверное, на старте, да? Я придерживаюсь вектора. У меня была стратегия, я её придерживался, да? Ха-ха-ха. Герман, ты что ли? Ну да. Коль, блядь? Да, я. Она резкая, реально, легче. Просто металекс не совсем для неё подходит? Ну да, там как бы геометрия немного другая. Поэтому я еду осторожно. Ну и в принципе мой сет, по словам, всех очень дёргает. Ай, блядя. Есть? Давай. Кто там со мной едет? Я. Понятно, уже боюсь. Я немного восстал из ветра, так что. Давай, восставай быстрее. Мне нужна борьба. Вот это обидно. Но у вас там своя борьба, а я один еду. Коля догонит обойс, может быть, я верю. И всё, и сразу же у неё кнопка ДРС, керцер, непременно. Блин, с давлением я шикарно попал, вроде бы. Где в первом повороте тормозите, Женя? Между 100 и 50. Спасибо. Я чётко посредине торможу. Между левыми и правыми колёсами, да? Давай вправо. Ну, ты притормози, мы поборемся тогда, чё ты. Да я и так переключаюсь раньше времени. Гораздо раньше времени. Не будь Хемилтоном, чё ты. Ну, само. Знаешь, ой, блядь, ой, блядь, ой, блядь. Руль, супер. У меня руль отсоединился. Откуда? От стола? Да. Добро пожаловать в мой клуб. Преимущество джойстика, он не отсоединяет. Он у тебя всегда в руках, да? Он у тебя ещё и беспроводной пойдёт? Нет, я не настолько богат покупать беспроводной. Зачем? Действительно смысл. Ну, чтобы в этой бонке так хоп, у тебя это имитация. Просто топливо запользуюсь, батарейка села, хоп, и всё. Не, а я скорее плюс вижу в том, что ты сидишь на диване, как царь и бог, на 50-дюймовом телевизоре со своим беспроводным человеком. КОНЕЦ Чёрт. Ну, Женя как-то далеко умотал. Какой у нас в прошлом сезоне было на гонках обычный человек? 6, 8, нет. Сколько в прошлом сезоне было человек в среднем на старте? Да и до 9, по-моему, и до 10 доходило. Нет, ну это рекорды, а мы в среднем. А, в среднем, да, 6-7. Понимаешь, Герман, мы вообще вначале думали, что мы в трех доедем. Твою мать. Не то, чтобы нас это очень страшило. Ну, пиздец, блядь. Что там? Застрял в отпойнике. Я думал, Валера, сон, то случилось. Да я его только догнал. Нет, ждали, а цель не работает. Финалит, 120 секунд. Сзади не получится. Знаешь, тормозить между 100 и 150 как-то слишком рано. Там зеленая, когда полоска начинается, тоже тормозится. Тоже рано. Зависит ещё от того, как тормозить. Зависит ещё авиа у тебя или металекс. А, может быть, у авиа и ферраринские тормоза не сутят. Кстати, Юр, я так посмотрел, судя по ютубу, у народу зашла авиа. На металекс роликов больше запилено. Но он уже дольше. Вроде скачек больше у авиа, чем у витлекса, нет? Ну, нет. Нет, наоборот. Сейчас вроде стало больше, из-за того, что вторую версию не нужен. А поначалу была разница где-то полторы тысячи. Мне вот, кстати, очень понравился видос про авиа на Норчейфе. Может, реально устроим фановую гонку на зеленой петербурге? Ну, если нас будет много, то Симирон как-то тоже не сильно. Ну да. Да ладно, вышли на апарте катались, но давай высел. Ай, сорян. Сорян. Это он и возвращение. Глудного фамина. Что такое? Да, что у вас? Да я переатаковал. Ааа. У Германа продолжается полоса везения в Востоке. Ааа. Не, ну мы сейчас его только другим. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Не, вот, кстати, у меня сейчас без ироний началась полоса везения в Востоке. Я второй. Ну, догоняй. Ага, сейчас. Я надеюсь, небольшие повреждения были? Да вообще даже не было. Нормально было. Еще не быстро. Мне просто на старте хорошенько въехали. Затволь. Ааа, понятно. Это при этом сейчас вообще не строительство. Ну там именно прям маленький-маленький контакт. Я просто хотел во внутреннюю путь, где там было. И вышло, так сказать, перекрестить. Перечеркнул, да? О, а как у тебя перед-то поврежден, Коль? У меня разве перед поврежден? Да, у тебя и перед, и зад. Я ему высад потом. У тебя и перед, и зад. 25 и 36. Тогда странно. Я могу быть спокойным. я 38 с половиной но я только в 38 народ кто-нибудь здесь из вас слышал про такую фигню как с ким барбер конечно я на видео скипа барбара и учился делать они у нас катались по трассе на 4 дня скипы вот эти они идиоты нереальный школьники же и ну и всякие дядки богатые идиоты даже не только школьники идет и их инструкторы они траекторию как бы знают знаешь такого типа люди которые мастера точнее они средние во всем но мастера ни в чем вот тут вот да вот как пенблок 384 я вижу тебе мой сет не нужен ты и так справляешь а ты крыло ты прицепил сзади герман ты крыло на этот сетап прицепил сзади был крыло ребят видите у меня мой последователь в маке без крыло машина я его вообще не смотрел пока в в в в в в в Кстати, как оказалось, кембарберы стоят от 3 до 6 тысяч долларов, в зависимости от того, на каких машинах и сколько ездишь. А покрышки? Да. Стоимость? Круто. Да, я понимаю. Но я во втором инфакторе много на нем катался на этом скидке. Веселая, очень веселая машинка. У них мотор от даджа, кстати. А сколько там лет? Два лета. Я думал, он начинал. Так от даджа же. Этот был чуть похуже, 39,1, но я там сам запахнул. А, и одновременно с этим я поехал 37,1. Ехали. Вот знаешь, вот ты вот так едешь, попадаешь в зону, знаешь, такой транс, просто едешь в зону. Это шикарное чувство. Вот на этой машине мне очень легко это получается. Не, еще помогает то, что я трассу хотя бы неплохо знаю, потому что мы на ней уже сколько подняли. Ты мне там уже сколько откатали на ней. Я прям до сих пор помню все эти точки троможения на ДТМ. не можешь. Че, внутрь? Угу. Окей. Спасибо. Пожалуйста. Кстати, Герман, как у тебя по давлением резина тоже подошла? У меня нету против нет. Точнее, не стоит. Окей, ладно. Точнее как, ну, какие-то цифры есть, но в них фиг разберешь. Какая-то тактика, да? Да-да-да-да. 38,3. Нифига там борьба идет с рулем, собственно. Да-да-да, только рули слышно. Завтра еду к адвокату. Будут судить со стаджами. Так а че, думаешь, не гиблое дело? Ну, адвокат скажет. А, ну, хорошо. А адвокат просто наемный или знакомый какой-то? По знакомым. А, хорошо. Я уже, потому что вот так выгоняю. Знаешь, как я был рад увидеть людей на трассе? Ну, а ты газ припусти и... Я не могу, я стану вылетать тогда. Блин, Серега, мне до сих пор интересно, какие же тормоза у Авиа, что если тебе между 100 и 50-го? Ну, а... Я ближе к сотне торможу и еле попадаю. я сейчас даже не заметил как я проехал дошло что это что это было только видишь как человек тебя проблеска и даже не заметил спать человек ошибки просто пять молоко смесило чужим людям я умудрился врезаться в непонятную зеленую фигню у меня перед конец непонятную зеленую фигню потом я что последним поворотом там слева есть потом я случайно нажал а то есть эта штука не прозрачная нет я тоже думал что пролечу такой я тут то было да ладно тут на ави не сильно залепно повреждение ну ты напрямую только потеряешь километр десять и все это довольно критично она просто эти выигрывает превратил металликс или а то хотел сказать вон мы на столовке просто гадали легким движением руки авиа превращаются в прекрасные чужские автобусы мама собственно не является у меня еще на пол экрана вот этого значка с повреждениями не было не было бы было бы у меня разрешение как раньше я не жаловался у меня сейчас я разрешение... ну да, оно еще более монструозное чисто на пк ну я мог вообще насрать на разрешение представляешь 800 на 600 его запустить у него есть свое разрешение и оно придерживается его да, 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 да хорош Коля, у тебя какое время на круге? тридцать восемь с половиной я еду 38,1 и 5,2 по сути мы едем в одном темпе ну, не, что же были так народ, у меня в прошлом сезоне были подиумы вообще? не знаю честно не помню знаешь, мы как-то именно чисто за твоей карьерой не слетим не нахрен не, надо будет проверить я не помню я не помню если и был, то по-моему, только в Познане в Познане, кстати, да а не напоминайте мне в Познане ну, всякая бывает зато с Юрой повеселились в концерте ага у меня в Познане была веселая гоночка ну, ты забыл, Юра, как мы в конце вместе толпой ехали с Серегой я пытался обогнать там и в итоге мы с твоим столкнулись там ближе к концу очень не помню у меня даже видео отдельное с вашим инститентом а, видео есть да? да я помню, как я на этой трассе в прошлом году полгонки с Жакей по воздухам это я тоже помню это было в первом году только у нас с Серегой была во второй ворке в конце только у нас с Серегой была во второй ворке в конце да ладно шуточка ладно вполне заслужил ты куда приходишь? он сейчас там едет слушайте, может мне вчера как Рикардо заехать на педстоп и трассовки поставить? ага ага слушайте, мне сейчас заехать ехать на педстоп починиться, поменять покрышки и сделать пистолик ровных гонки давай, 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 да-да-да это колонцы я потеряю одну позицию да-да-да, ты видел как не, ну проблема в том, Серега проблема в том, что тут самые быстрые механики в мире так что я потеряю где-то 20 секунд вот теперь это зависит от машины, кстати я же говорю, тут, наверное, нет Олексей, они просто супер-ребята так, вот этот бы я страшный мини-лак на торможение ага, то же самое тут что, третий поворот нормально проходит? проходит на улице еще была бы радость а я шикану на прямой, наконец-то идеально прошу, боже ах, большое чувство ах, большое чувство ах 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 юра ура какие шины, что, вообще не убиваемые? эти, нет да они живут вечно Я только что 37 и в 7 проехал. Не, износ тут не факт, как дело. Это же не форму летнина, это же не пирали. Эти покрышки могут ехать несколько этапов и будет пофиг. Они пока устанавливаются. Да, да. Вот что значит неподготовленный пришел. Жизненно. Да не, ну ты там едешь хоть третьим. Я не сам, ну, раз, был же тачком. Тебе только помогли. А я сам с этим справляюсь неплохо. Слипстрим. Спасибо, Валера. 36,9, да, решил по-хотлапить, да. Да, ну что, топлива вообще нет. Ну, у меня 37,8, я как бы не сильно хотлапил. Все или ничего. Да-да-да. Ну, закруг до финиша почему-то. Нет, да у меня как раз все или ничего. Твоя очередь ответит, да? Да, просто... Вспоминаем этап ATC. 14-й год, Смоленск. Там повторяется. Я был на Смоленске, а что там было? Нет, ты не был в ATC, в Смоленске. И ATC? А, это в A? И ATC. Не, я понял, я был в коей сезоне 14-го года? Не, это не 14-й сезон, в котором ты был. Ты вроде 15, а нет. А значит, ты был 13, 13-й сезон. 13-й сезон. Смоленск. 14-й... 5-й. 5-й египет.